Музыка Конкурс красоты «Миссис Подмосковья-2018» объединил более 15 районов Московской области. И вот для 11 мам в стенах КДЦ «Сатурн» состоялся финал, к которому тщательно готовилась каждая из участниц. Вы знаете, декрет творит чудеса. Я на самом деле творческая личность, и однажды мне на глаза попалось объявление, что идет набор участниц на конкурс «Миссис Подмосковья-2018». Для меня эта работа такая впервые в жизни, и это было интересно. Я всегда люблю работать с интересными новыми проектами. Я попробовала, мне понравилось, я вышла в финал, я счастлива. Потому что я мам, мне это близко, мне хотелось посоревноваться вместе с другими мамами. Мне хотелось понять, как это вообще. Ну и в целом это очень приятно, когда тебя зовут на конкурс. Вся эта творческая атмосфера, это здорово. Помимо ярких танцев, веселой атмосферы дружного коллектива, девушки прежде всего хотели доказать, что роль мамы не ограничивается домашним бытом, а наоборот окрыляет на участие в подобных конкурсах. Я своим участием хотела бы доказать о том, что будние многодетные мамы – это не только дом, кастрюли и распашонки, но это еще и творчество. Потому что путь к этому конкурсу, он был достаточно долгий, и пришлось очень много чего освоить, например. Нам нужно было делать монтаж фильма, например. Нужно было творческий номер подготавливать. И все это, плюс твоя семья и поддержка, и невероятные эмоции, и сегодняшний день – это все сыграло в моей жизни. Ну, знаете, перед Новым годом, наверное, такой некий опыт жизненный, за что благодарю всех организаторов, конечно. Этот конкурс дает ощущение праздника, как в детстве, когда ты маленькая, и вечером мама гладит тебе платье самое лучшее, чистит туфельки, гладит платье, готовит колготочки, и вот это вот ощущение, что завтра что-то будет. Вот это ощущение такое, знаете, бесконечное и долгое, потому что проект годовой дал этот проект, и это бесценно. Победительницей стала представительница города Железнодорожный Сахарова Елена. Но приятным сюрпризом вечера для всех стало то, что одним титулом дело не ограничилось. Ирина Мишукова из города Раменска тоже заслужила победу. Таким образом, организаторы дали понять, что для них каждая участница – это часть их большой и дружной семьи. На самом деле наш конкурс, он невероятный, он особенный. И его основная задача, его миссия состоит в том, чтобы каждую маму вдохновить на какие-то изменения в своей жизни, на то, чтобы идти дальше, несмотря на свой возраст, несмотря на количество деток, так как у нас мамы участвуют даже с пятью детьми. Это невероятные. Это просто мамы, которыми мы восхищаемся, которыми мы очень гордимся. Антон Карташов, Дмитрий Курунов, Елизавета Скрябина. Для программы «Городские вести». Дмитрий Курунов, Елизавета Скрябина.